С утра девчонки и мальчишки в бодром духе и с приподнятым настроением. Готовилась, хорошо, там тренер нас тренировал, как что-то было. С утра сегодня какое настроение? Нормально. Мы катаемся на лыжах, но будем в легкой атлетике участвовать. Для начала построение перед соревнованиями, которые пройдут сразу по нескольким видам спорта. Футболу, волейболу, легкой атлетике, боксу и шахматам. Тренеры желают спортсменам честной борьбы и легких побед. Ребята разошлись, каждый на свое поле. В волейбол играют младшие группы. Они поделились на команды, для начала разминаются в парах. Олимпийские чемпионы, они всегда рождаются из далеких деревень, где настоящие условия природные. И самая главная цель наших этих сборов, это, конечно, здоровье детей. Ни для кого не секрет, что спорт и свежий воздух укрепляют здоровье. На поле неподалеку проходят бои по боксу среди воспитанников детской спортивной школы. Участники – тоже младшее звено. Конечно, на свежем воздухе интереснее и полезнее. В легкой атлетике нужно пройти три этапа. 60-метровый забег, прыжки в длину и метание. Разбежаться, правильно сгруппироваться и закинуть мяч как можно дальше. С чем Вова Никулин справляется непринужденно. Три попытки и все удачные. Наверное, потому, что слушает советы наставника. Как тренер говорит, надо в вышки дать, чтобы он летел хорошо. На опасном поле стадиона проходит соревнование по мини-футболу. Играют все желающие. В соревнованиях принимает участие команды из домов первого и второго микрорайона. В ходе турнира вывется победитель, который будет награжден грамотами и сладкими призами. И хотя у ребят настали долгожданные каникулы, тренер считает... Футболы цветовыми. Шахматный турнир тоже посвящен здоровому образу жизни. Принимают участие все мои воспитники и те, которые могли бы в это время от пусков, лагерей собраться и привезти к первенству между собой. Ребята, контингент разновозрастной. Поэтому у меня играет младший возраст белыми фигурами, а более старший черным фигурами. Среди юных шахматистов уже есть, как их называет тренер, асы. За первым столом Полина и Александр. Они уже чемпионы города. Взошла и новая звезда. Антон Пчелинцев не раз успешно выступал на областных соревнованиях. Есть среди шахматистов и семейный подряд. Саша и Варя Перховы азы освоили дома. Дедушка сначала. А потом? Потом у меня дедушка суда написала. Дошкалята подают надежды. По словам тренера, шестилетнему Саше уже можно присвоить юношеский разряд. Четырехлетняя Варя не отстает от брата. Дальше? Король. Дальше? Король. Еще? Песка. Но любимая фигура у малышки – ферзь, ведь он самый главный на шахматной доске. После наградили победителей за участие в городской олимпиаде. Светлана Даровских, Александр Трегубов. Наш город. Спасибо.